Дзюдо и самбо, пожалуй, одни из самых успешных видов спорта в Славутиче. Прошлые годы славучане были и чемпионами Украины, и чемпионами мира, и чемпионами Европы. А как обстоят дела сейчас? Об этом мы обстоятельно поговорили с заслуженным тренером Украины Олегом Геннадьевичем Копыловым. Набор нужен каждый год, потому что это уже дети, которые третий год занимаются. А сейчас мы набираем новичков, потому что прошлогодних, эти прошлогодние группы мы добавляем новичками. Потому что приходит 20 человек, но уже к Новому году остается 10. А к маю месяцу из этих 20 остается 5. Поэтому каждый год нужен новичок? Да, каждый год потихонечку мы вот эти, хотя бы год-два вот эти, мы пополняем, пополняем, пополняем. Потому что все равно они как бы первые два года, они в основном играют, в основном там у них акробатика, игровые такие варианты все. А к борьбе, когда у нас выступают? Да, до самого конца школы там, вот. Ну и набор был большой, набор был и девчонок было много. Сейчас вот очень большая проблема с девочками. Девочки не идут, сколько у нас, 2-3 девочки и все. А почему, как ты думаешь, стесняются? Да нет, я думаю, компьютер забирает, я думаю, компьютер забирает, телевизор забирает, вот это все. Вообще очень много хороших пацанов забирают компьютер и улица. Они компьютер посмотрят, пошли на улицу. Опять компьютер вернусь? Да, я потом опять, вот и все. А никто не хочет работать-то, это все-таки работа. Ну да, да. Что ты можешь родителям сказать, которые могут повлиять на своих детей и сказать, что давай с сегодняшнего дня компьютер на час меньше, а на час больше пойти на тренировку? Ну вот я заметил, кто сейчас занимается третий год, они уже знают, чем дети занимаются, они знают, что у нас происходит, они знают уже всю нашу обстановку вот внутри, внутри именно дзюдо. Все, они уже с нами солидарны, они уже нам помогают, мы им, они там, не то, что там где-то со школы какие-то проблемы, я там со своей стороны помогаю им, а они со своей стороны. То есть эти дети вот уже 90% уже никто не уйдет, вот эти, которые трехлетки, которые. Все, это к ним может, конечно, и будет, там человек 5-6 добавляться когда-нибудь, именно их возраст, да, со временем. А так в основном вот эти люди, ну и стараемся, каждый набор стараемся удержать максимально. Проводим родительские собрания там, заинтересованы, у нас сейчас спонсоры помогают, там экипировку такую нам красивую сделали, футболки, костюмы выдали детям бесплатно. То есть, ну как бы все, хочем любыми способами заинтересовать, чтобы дети ходили, чтобы в хоккани был второй дом. Вот хотим построить игровую комнатку такую, чтобы они могли там посидеть, просто чаю попить, там, поиграть в игры какие-то настольные, те же шахматы, тот же хоккей настольный, вот это вот, бильярд у них есть. То есть, как бы, вот так вот потихоньку стараемся, чтобы они приходили только как домой, чтобы им было здесь интересно, а не на улице бегать, бычки собирать, а именно заниматься спортом, чтобы это был их второй дом. Вот это вот, это, вот сейчас вот задача первоочередная пока, сохранить, сохранить вот детей. А не вспоминаешь о тех временах, когда фактически чемпионы, там, Украины, Европы, ну, не скажу же, у мира штамповались, но, по крайней мере, производственный процесс в этом направлении шел. Ну, это, во-первых, были молодые, перспективные, с амбициями, вот, с желанием, с огромным. Ну, и у нас, как бы, было финансирование, финансирование было большое. У нас же станция финансировала любые соревнования, в любой, там, в любой уголок мира мы могли поехать на какие-то турниры. Поэтому результат у нас, как бы, мы планировали, ездили, один ездил, второй работал с Климатовым вместе, потом Кузьмин добавился, а сейчас ни Климатова, ни Кузьмина, я один, девчонки, там, помогают мне, старшие, там, вот, чуть-чуть, вот, в этом году, вот, они начали только помогать мне. И то, ну, тяжело, пока одному тяжело. Да и с финансированием, конечно, с финансированием вообще вот так вот, денег просто нет. Нет. Ну, просто выезжать на соревнования, сразу вопрос за что? Нам дают, нам дают столько денег, что это максимум хватает на два соревнования в год. Ну, это что, два соревнования в год, это ничего. Это просто... Ну, несмотря на это, есть какие-то у нас, в чьи, да, конечно, несмотря на это, вот, призер Украины, он, Гоман, у нас, и 21-го года, третий, 23-х лет, пятый у нас Кочарян, у нас чемпионы области постоянно, призеры области. Ну, вот сейчас вот на Украину поедем, еще посмотрим, может, отберется кто-то на Европу, на Кадетскую, вот, сейчас вот второй-четвертый год будет. У нас нет вопроса в деньгах, я так говорю. Нет, сейчас вопрос в деньгах, он стоит, как бы, хорошо, еще в Ужгороде, Украина, но там вроде обещают область помогать, ну, посмотрим. Они всегда обещают, но никогда ничего не выполняют. Это к этому уже мы тоже, как бы, привыкли. Ну, если нет, значит, будем опять со школы брать, с родителей тянуть. И, конечно, и тренерам, и ребятам хотелось, чтобы в московском ФОКе было немного посветлее. А то поднимешь взгляд вверх и видишь разбитые грязные окна. Когда ремонт окончательно закончат, спросили мы. Ну, ждем, ждем изменений, как говорят, три года ждут, обещанно. Ну, вот три года уже прошло. А, уже прошло, да. Да, после ремонта два. Ну, вот второй, второй. Да, понятно, значит, еще год. Ну, еще, да. Ну, в Оксин обещали еще до ремонта сделать. Все равно уже теплее стало. Ну, окна, конечно, надо менять, но я уже об этом говорил. Ну, есть у нас администрация городская. Я уже говорил и с мэром говорил, и с Филипповым говорил. Ну, обещают, Олег, сделаем, сделаем. Ждем, ждем. Все, верим, 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 ждем, надеемся. Конечно, хотелось, чтобы в Славутище вновь появились и новые чемпионы Украины, и чемпионы Европы, и мира. Но здесь все зависит от юных славучан. Чем больше их будет записываться на занятия, чем лучше они будут тренироваться, тем больше шансов. А наш заслуженный тренер Украины Олег Геннадьевич Копылов готов помочь. Так что приходите. И еще раз напоминаю всем родителям, всем желающим заниматься, что запись идет в московском ФОКе. Дети принимаются, и мальчики, и девочки, 7-10 лет. Можно чуть-чуть моложе, можно чуть-чуть старше. Но в основном 7-10 лет. Чтобы они хоть что-то уже где-то могли соображать, что-то могли знать. Потому что сильно маленьких тоже не надо. Детский садик, это у нас как бы, все-таки у нас спортивная школа, а не детские ясли. Вот. Ну и сильно больших тоже, как бы, они пока разовьются, пока догонят. Кто-то догонит, кто-то нет. Но все равно мы берем всех. А там уже как карта ляжет, у кого какое желание, у кого какие возможности.